Всем привет. У меня тут замечательный завтрак. Это ворог с утрубями и с вами Дэмсом. На фоне идет битва экстрасенсов. Так что всем приятного аппетита. Я тут читаю книгу и, да, как можно заметить, уже темно на улице. Я работаю, учился, да, учился, но начал работать сегодня, в принципе, так как последние пару месяцев проходит. Моя жизнь, вот, успеваю считать периодически между заказами. И, да, книга на самом деле очень интересная. Дизайн для реального мира. Рассказывают, как есть это и как должно быть на самом деле. Что? Да, мне пришел заказ, жду, пока его приготовят и повезу его. Сколько времени-то? 21.06. Так что как-то так. Жарю картошку. Верно и запекаю. Или жарю. Все-таки. Как думать? Я не понимаю, это типа духовка, типа сковородка. Я не понимаю, нажарит или запекает. Ну, в общем, что-то одно из двух, либо все сразу, не знаешь. Довольно, креветочек. И я уже дома. Так, можно было догадаться. Сегодня утром, кстати, смотрел свои старые влоги некоторые. Кринжинул немного. Хотя, в целом, ничего не поменялось. У меня все такой же, ну, самый голос. Но все равно, я там такой какой-то не очень взрослый. Но и сейчас, я до сих пор не могу осознать, что мне 21 год уже. И в целом, что нужно куда-нибудь хотя бы ходить тусить. Но я только и делаю, что работаю, учусь и вот, и сижу дома практически всегда. И это мне есть хорошо, конечно, потому что этим всем я занимался. Там уже 16 лет, ничего не меняется. Поэтому мне кажется, что я не взрослею ментально. Но, не знаю, хорошо это или плохо. По крайней мере, я такой устраиваю. Хотел, по крайней мере, пока что. Так что, да, все, жду, пока приготовится еда. И увидимся с вами завтра. Новый день и прошла уже, на самом деле, первая часть дня. Время 7 вечера и я первую часть дня и работал. Вторую часть дня, которая сейчас, я подумал, что буду учиться. Да, ну, в принципе, этим я и буду заниматься. То есть, я придумал свою новую систему. Теперь я первую часть дня буду работать. Вторую часть дня я буду учиться дома. Мне кажется, это легче. Это удобно. И, в общем, посмотрим, как система будет работать в действии. И будет ли она работать вообще. Но, я надеюсь, что у меня получится нормально поучиться. И, в общем, да, буду учиться. И что? И все. Если успею, я еще пойду поработаю сегодня. Если успею. Это очень маловероятно, но мало. Итак, новый день. Да, я успел поучиться. И я не знаю, что происходит с моим организмом. У меня, вроде бы, глаза достаточно тяжелые. Но спать мне вообще не хочется абсолютно. Лег я в 2 часа ночи. Точнее, в полвторого даже. Он наспел в 2 часа ночи. Такой, блин, ладно, не хочется спать. Ну, ладно, все равно. 3 часа ночи. Не хочу спать. Уже сижу в телефоне. Время? 4.21. Да, спасибо, что оно включилось. Вот, потому что у меня часы С1 зарядки. Перед сном я их всегда ставлю на зарядку. Вот, сейчас я делаю 5. И спать мне все еще не хочется. Мой режим просто, ой, умер. Полностью. И сегодня, я думаю, он уже не восстановится. Поэтому я проснулся, оделся. И, думаю, сделать себе какой-нибудь мощный кофе. Чтобы уже не спать эту ночь. Так, что получится, что я не спал всю ночь. И это, типа, круто считается. Точнее, я считал, в детстве раньше. В детстве, помните? Мне кажется, в детстве каждый хотел так сделать, чтобы не спать всю ночь. Там, отыграть всю ночь. Ну, у меня лично такое было. Или отговорить, оттусить там с друзьями каким-нибудь. Вот. А сейчас я просто слю, потому что меня что-то собежет. Что-то непонятно, что-то неизвестно. Поэтому я сделал мощный кофе, как я уже об этом сказал. Точно. И что? И не буду спать. Буду смотреть за рассветом. Которого не будет. Очень скоро, конечно. Солнце еще очень далеко. Потому что уже, как бы, 20 октября уже. Уже 20 октября. И, да, солнце встает очень рано. Так, где мой кофе? Где моя кофеварка? Не знаю, что я не могу на что-нибудь поделать. В общем-то, кофе я почти уже допил. И у меня тут идет видос про Нью-Йорк. Надеюсь, я туда когда-нибудь поеду. Скатаюсь, съезжу. Съезжу, как турист хотя бы. На самом деле, самый кайф в том, что на улице сейчас холодно. Ну, то, что холодно, это, конечно, не кайф. А на улице, блин, на камере не видно, но на улице с этим комочной вибрацией. И поэтому очень теплые батареи. Вот это вот кайф. Вот от них прям исходя прям такое тепло-тепло. Такое уютное тепло, знаете, когда батареи не прям горячие, но и не прям холодные. В общем, создается такая уютная атмосфера дома. В общем, кайф. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы помните, я сидел, учился сейчас. И вообще, хотел сказать, что пора бы заканчивать этот влог. Сегодня я, скорее всего, уже не поеду работать. Время 8.47. Да, не поеду работать, потому что, во-первых, да, как было видно, мне кажется, я не выспался. И как-то ехать за рулем, когда ты не выспался, когда ты не спал всю ночь, это, мне кажется, самая лучшая идея. Поэтому, да, сегодня не поеду никуда уже. И что, пока буду монтировать влог. После того, как я его смонтирую, буду продолжать учиться. Да, у меня сегодня есть что поделать на учебе. Да, она сегодня заняла у меня целый день, можно сказать. И, кстати, я все-таки вырубился. Вырубился попозже, да, утром во сколько? Часов 10. Вырубился, знаете, я слоил такое состояние, когда... Такое состояние, что снимает прикол, когда ты, типа, ложишься на пару минут, просыпаешься через пару часов, не понимаешь, где ты вообще находишься. Просто ужасно себя чувствуешь. Да, в общем, такое вот состояние у меня сегодня было. Но это единичный случай, в принципе, что я не сплю всю ночь. Хотя последний раз не спал всю ночь, когда я полетел в Англию. Да, но это тоже такое очень... До этого было очень редко. Не знаю, когда последний раз. Год назад, может. Что-то мне казалось, что это редко, но сейчас я подумал, что это, в принципе, пару раз за год у меня точно такое бывает. Поэтому неудивительно. Хотя мне казалось, что как-то нет, но... В общем, ладно, забейте. Короче, да, ребятушки, все. На этом все. Заканчиваю на этом свой влог, который длился несколько дней. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok